Завтра в Краевой столице впервые пройдет межвузовский праздник студбилет 22. По сути это посвящение студента первокурсников крупнейших высших учебных заведений края. Кому принадлежит идея проведения праздника, на какой площадке он пройдет и, собственно, каким будет. Эти вопросы мы адресуем сегодня Инессе Долженко, временно исполняющему обязанности заместителя министра образования Алтайского края. Здравствуйте, Инесса. Здравствуйте. Ну я знаю, что ежегодно каждый в Крае посвящает своих студентов первокурсники. А кто решил объединить посвящение в единый праздник? Ну эта идея возникла у Виктора Петровича Томенко и родилась она как раз после одного из заседаний Совета ректоров Алтая, когда было подмечено, что наши вузы, в общем-то, разрознены и формируют такую свою политику, в общем-то, в плоскости конкуренции, а не в плоскости взаимодействия. Поэтому было решено провести праздник такой общий, именно студенчество. Ведь студенты у нас далеки от различных политических течений, там амбиций, руководителей и так далее. Поэтому через студентов объединить потенциал учебных заведений намного проще. Кроме того, не совсем верно, что это будет межвузовский праздник. Мы сюда подтягиваем и студентов профессиональных образовательных организаций, то есть наших техникумов, колледжей, лицеев. Поэтому это будет такое единство высшей школы и молодых профессионалов, рабочих и специалистов среднего звена. Главное это просто идея объединения. Да, главная идея это объединение под лозунгом «Живи, учись и работай на Алтае». То есть в центре праздника это наш регион, наш замечательный край. И, в общем-то, это рассказ первокурсникам во многом о тех возможностях, которые дает регион, да, где они могут себя найти помимо учебы. Помимо учебы, что у нас есть интересного. Приурочен праздник у нас еще и к неделе адаптации. Как раз вот у нас с третьего по седьмое проходит для всех первокурсников региона неделя адаптации. В учебные заведения приезжают психологи, различные специалисты рассказывают о тех сервисах, которые они могут получить в электронном виде, просто обратившись куда-то. Поэтому все очень логично, так интегрировано. Я поняла. А будут только первокурсники или все-таки принять участие может любой студент более старших курсов? На самом деле, когда мы продумывали идею, она крутилась вокруг, конечно, посвящения студенты, но вылилась более широкий формат студенческого Арбата. С учетом того, что площадкой проведения был как раз выбран новый Барнаульский Арбат. Это был мой следующий вопрос. Молотобульская. Поэтому, безусловно, не только первокурсники, безусловно, и остальные студенты могут и будут принимать участие в силу того, что площадки выстроены таким образом, что найдется место и музыкантам, и танцорам, и театралам, и чтецам. То есть все жанры творческие. Помимо творческих жанров у нас еще будут представлены. Мастерская под открытым небом. Это уже целая серия мастер-классов от учреждений профессионального образования. То есть Арбат будет поделен на некие такие зоны? Да, на некие зоны. В одном месте будут танцы, в другом месте художники. Классическая тема Арбата, она будет прослеживаться. Единственное, что мы делаем, мы совмещаем развлекательную программу с образовательной программой. Поэтому помимо развлечений предусмотрена серия экскурсий по барнаульскому туристскому кластеру Нагорному. Очень интересно, что ее будут проводить не профессионалы, а именно студенты. И студенты Алтайской академии гостеприимства, которые как раз постигают профессию туриста. А сможет ли наш барнаульский Арбат вместить всех первокурсников нашего города? Ну я не знаю, может кто-то еще гости придут? На самом деле первокурсников у нас очень-очень много. Конечно, всех первокурсников такой задачи нет. Собрать все-таки в одном месте это достаточно сложно. Но как раз площадка Арбата Барнаульского, она чем хороша? Тем, что она сквозная, что можно потоки разводить. То есть часть всяких активностей у нас уведена в сторону Центрального парка. То есть там у нас тоже предусмотрена и сцена, и театры, театральные все развлечения будут именно там. Там же будет у нас мода и стиль. И еще одно очень интересное мероприятие в Центральном парке – это сейф знаний. Сейф знаний – это принцип круговорота, букроссинга. Но что интересно, то есть обмен художественной, учебной, деловой литературой. Но помимо этого мы планируем из каждого сейфа, их там будет порядка пяти, установлено, сделать арт-объект силами студентов. Опять же, то есть краски, кисти предоставляются. Приходите, раскрашивайте, все в ваших силах. В принципе, мы уже практически рассказали. Не все. А праздник не все еще рассказали, да? Ну что еще тогда ждет первокурсников и гостей мероприятия? Ну смотрите, помимо того, что будет студенческий Арбат, непосредственно еще планируется очень интересный фестиваль, который называется «Вне зала». Это спортивный праздник, который проводит Алтайский государственный технический университет. Тоже там, на Арбате? Тоже на Арбате, ближе к парку Центральный. Там будут различные состязания по интересным видам спорта, начиная от стритбола и заканчивая различными новыми, такими как, я не знаю, бампербол. А что это? Еще что-то. Ой, это какое-то очень интересное соревнование, которое еще не все видели. Наверное, это только спортсменам очень понятно и доступно, вот эти все интересные названия. Главное, что мы рассказали об этом. Это будет, да. А что, по-вашему, главной изюминкой мероприятия станет? Главная изюминка – это все-таки торжественная часть мероприятия. Это посвящение в студенты, это прочтение клятвы российского студента. Это событие предваряет очень интересное, красочное шоу «Мы вместе», перекличка вузов. И завершится это действие как раз межвузовским, межстуденческим флешмобом, который тоже активно готовится, репетируется. Ну, в общем-то, зрелище должно быть очень-очень красочным. А во сколько все это будет проходить? Со скольки до скольки, скажем так? То есть во сколько торжественное вот это мероприятие, а во сколько дальше уже развлекательного характера? Ну, смотрите, самое первое открывается спортивные площадки. Вне зала начинает работать с трех часов. Поэтому в три часа всех приглашаем заняться спортом. С 17.30 начнут работать мастер-классы, начнут работать фотозоны, начнется журналистский спринт. Это мероприятие, которое тоже посвящено селфи, да, сбору потом уже размещению в соцсетях, лайки и так далее. То есть это как бы конкурс такой, площадок, которые там представлены. И уже с 18.30 непосредственно действие начнет происходить на сцене. В 7.00 стартует вот клятва уже, торжественное посвящение студенты, да. И с 8.00 у нас планируется с 19.30 выступление группы, популярной группы города Барнаула. Ну, даже, наверное, озвучу. Это будет зизи-поп, вот, и далее уже дискотека с очень интересным диджеем. То есть допоздна можно развлекаться на Арбате, погода благоприятствует. Все-таки не допоздна, а до 21.00 в силу того, что у нас же с вами все-таки есть некие ограничения. А есть ли планы, Инесса, сделать такой праздник ежегодным, традиционным? Ну, безусловно, такие планы есть, в силу того, что таких объединяющих мероприятий все-таки мало еще в регионе. Мы еще планируем аналогичное мероприятие провести с выпускниками, ну, или немножко в ином формате, с выпускниками высших учебных заведений. Ну, и для первокурсников постараемся, чтобы праздник стал традиционный, конечно. А сложно было готовиться? Было очень мало времени, в принципе, идея родилась достаточно спонтанно, поэтому... И сложность еще в том, что летний период очень многие отсутствуют, ведущие лидеры студенческого движения, сами творческие коллективы. Но вот надо дать должное ребятам, они очень-очень быстро собираются, концентрируются и выдают очень интересные вещи. В общем, завтра на Арбате будет очень интересно, зажигательно. Я думаю, что приглашаем не только первокурсников. Естественно, приходите все. Еще забыла один очень интересный момент. Для тех, кому не нравятся дискотеки, танцевальные вот эти все активности, мы приглашаем в парк Центральный, там будет костер, песни под гитару. Это тоже начнется с 8 часов вечера. Поэтому место для приложения своих сил найдут, в общем-то, все-все-все. Спасибо, Инесса. Пожалуйста. А я напомню, что мы сегодня говорили о межвузовском празднике. Студбилет 22 с Инессой Долженко, временно исполняющим обязанности заместителя министра образования края. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова